Вообще, Bosch — это крупнейший мировой поставщик автомобильного оборудования, но и про инструменты для фанатов строительных приключений компания не забывает. Прекрасным примером станет FPS 7000. Благодаря двигателю на 1400 Вт это самый мощный краскопульт в своем классе. С ним мастер закончит 4 квадратных метра всего за минуту. Модель прекрасно сочетается с лаком. Кстати говоря, контейнеров в комплекте сразу два, по литру каждый, а мобильность обеспечивает 4-метровый шланг. Достойный продукт за 367 долларов. Куда же в инструментальном выпуске без уровня, тем более такого красивого как Digi-Level Laser G40? Кстати, с дизайна его достоинства только начинаются. Уровень работает с точностью плюс-минус 0,5 миллиметра на метр, радует цифровым измерением угла наклона на 360 градусов и благодаря магнитному держателю удобен при работе с металлоконструкциями. Отдельного упоминания стоит акустическая навигация. Она включается при достижении угла в 0, 45, 90, 135 и 180 градусов. Продают уровень по 111 долларов. Spider-Bur чуть более специфическая штука. Данная насадка разработана для снятия фаски труб. Используя стандартную модель PC2000, мастер получает рабочий диапазон от 75 до 110 миллиметров и совместимость с аккумуляторными дрелями напряжением от 14 вольт и выше. Огромный плюс PC2000 заключается в автоматической подстройке. К тому же насадка выручат не только с классическими ПВХ, но и с ХПВХ, а также АБС и ПП трубами. Приобрести PC2000 предлагают за 179 долларов. WorkS Nitro WX031 — беспроводной пылесос под любые локации, от салона авто до гаража. Он сочетает сухую и влажную уборку, работает с аккумуляторами семейства PowerShare емкостью до 6 Ач и предлагает две насадки, два режима мощности, а также удлиняемый до 2 метров шланг. Отличная комбинация для борьбы с беспорядком. Вмещает пылесос 8 литров сухого и 3 литра влажного мусора, а для переноски в комплекте идет плечевой ремень. Стоит техника 200 долларов. Quick Gripper — самый быстрый и простой способ вытащить упрямые гвозди, шурупы, скобы и все такое. Крепеж выступает хотя бы на 3,2 мм? У него нет шансов. Даже если шляпки срезаны, инструмент достаточно тонкий, поэтому удобен для работы в тесных и узких пространствах, а запатентованная конструкция снижает риск повреждения досок. К тому же Quick Gripper готов к роли импровизированного молотка для простых задач. А на другом конце инструмента располагается лом. Стоит Quick Gripper 49 долларов. Что у меня в кармане? Вряд ли вы ожидаете от задавшего такой вопрос эффектного извлечения принтера. Этот малыш по имени P1L придуман для поддержки порядка на стройплощадках. Он печатает текст, графику, QR-коды и даже фото. Все это можно выбрать со смартфона, связавшись с принтером по Bluetooth. Наклейки устойчивы к воде и разрывам. А полной зарядки P1L хватит на 12 часов вдумчивой маркировки. Базовый набор из принтера, доступа в фирменное приложение и рулона для печати обойдется в 99 долларов. За свои 52,5 доллара Силе работает вполне достойно. Он крепится на стену с помощью вакуума и эффективно собирает пыль от сверления. Дополнительной Силе предлагает два пузырьковых уровня и лазер для более точного позиционирования отверстий. Пылесборник рассчитан на сверла диаметром до 12 миллиметров и весит 210 грамм. Flexzilla — это не очередная часть саги про гигантских монстров-мутантов. И даже не новый браузер, столь забавным названием разработчики наградили вот такую катушку. По умолчанию в ней скрываются два кабеля. Первый длиной полтора метра оснащен вилкой, а во втором уже 7,6 либо 15 метров. Стоит тройная розетка. Она, кстати, сделана прозрачной не просто так. Подключаем инструмент. Зеленый диод сгорелся, значит питание есть. Оба кабеля автоматически фиксируются с шагом в 30 сантиметров и втягиваются прямо как в пылесосах. Flexzilla побольше стоит 102 доллара, поменьше — 70. Pico Pipe — скромный на вид инструмент, скрывающий в себе блестящие инженерные решения. Он позволяет проводить беспылевую очистку металлических труб диаметром от 5 до 20 сантиметров. Для идеального результата используется оксид алюминия под давлением. Уровень очистки SA3SP5, то есть Pico Pipe удаляет всю видимую ржавчину, окалину, краску и загрязнение. Результат — равномерно белый или серый металл. А упомянутый оксид алюминия — штука многоразовая, так что работа продвигается быстро. Пока ученые не создали роботов-сгибальщиков вроде Бендера из Футурамы, мастера довольствуются Robant 4000i. Такой инструмент отлично подходит для сантехников и установщиков кондиционеров. И, что крайне важно, оснащен аккумулятором. Полного заряда хватит на 60 сгибаний медных труб диаметром 28 мм. На максимуме возможностей Robant 4000i потянет и 35 мм. Среди подходящих значатся также композитные и стальные трубы. Угол сгибания достигает 180 градусов. Весит инструмент около 13 килограмм, а стоит 3480 долларов. Ego Power плюс Nexus — первый в мире аккумуляторный источник питания, сравнимый по мощности с газовыми генераторами. Уже неплохо, а ведь мы еще не рассказали про энергозапас. Клиент может выбрать до 4 аккумулятор в емкостью по 12 Ач каждый, и получится максимальный общий резерв до 48 Ач. Мощность тоже впечатляет — непрерывная 2000, а пиковая 3000 Вт. Можно спокойно запитать обогреватель или крупную бытовую технику вроде холодильника и стиральной машины. Для этого пригодятся три розетки на 120 Вт. А дополнительно в Ego Power плюс Nexus встроили 4 USB-порта. Givorx Nail Gun — монтажный пистолет для работы с крепежом вроде дюбель гвоздей. Он пороховой и достаточно мощный, чтобы выручить даже в случае с кирпичной кладкой или стальными конструкционными элементами. Сила удара регулируется в 5 уровней посредством выкручивания специальных заглушек. В комплекте, что приятно, идут не только защитные очки, но и беруши. Ну а главный вау-фактор — цена в 24,5 доллара. Интересно, долго ли прослужит такая покупка? Книпекс-Бикс — практичный труборез карманного уровня. Он пригодится сантехникам и электрикам и даст возможность быстро и точно резать трубы диаметром от 20 до 50 мм. Никаких сколов и стружек. Главное, чтобы труба не была армирована, а толщина стенки не превышала 2,4 мм. Заодно Книпекс-Бикс разрежет и уплотнительные втулки, плюс создатели предусмотрели небольшой отсек на два сменных лезвия. Чего еще желать от инструмента за 44 доллара? Как же порой удивляет Кикстартер. Листаешь себе бесконечные мультитулы и умные гаджеты, и тут раз — сварочный аппарат 9 в 1. Его создатели уверены, что он отлично впишется в мастерские и профи, и любителей. Покупка позволит креативить при помощи МИК, FCAW, ММА и других вариантов сварки. А также задействовать плазменный резак, достаточный для стальных заготовок толщиной до 12 мм. Все эти удовольствия упакованы в корпус размером с небольшой ПК. Да и вес у аппарата приятный — всего 16 кг. Если понравилось, гуглите по названию Top Juke и готовьте около 480 долларов. В одном продукте соединились стол, верстак, козлы, леса, универсальная платформа, тележка и подкатной лежак. Вот так проектирует фирма Distant. Максимальная нагрузка, которую выдержит этот обращик инженерной смекалки, достигает 150 кг. Вариантов по высоте два — 52 и 80 см. Столешница сделана из пластика, ножки алюминиевые, а рама стальная. Приятно удивляют встроенная линейка и транспортир. А довершает образ выгодной покупки. Цена — 140 долларов. Разработчики стяжечного пистолета CPK Hybrid объединили производительность и свободу в одном корпусе. Поблизости есть розетка на 120 вольт, используйте ее. Неудобно? Переключайте инструмент на питание от аккумулятора. Благо, емкости в 2 Ач хватит на 8000 стяжек. На этом разработчики не успокоились и улучшили начинку пистолета так, чтобы он обрабатывал до 92 стяжек в минуту. А для дополнительной экономии времени на перезарядке в CPK Hybrid ставится катушка на 5000 стяжек. 75% несчастных случаев на стройплощадках США связаны с падениями с лестниц. Это потери на уровне 24 миллиардов долларов в год. Лечение, реабилитация, оплата юридических услуг, количество расходных статей, высасывающих деньги — огромное. Но производители лестниц до сих пор не пришли к единому мнению о том, как именно обезопасить работников. Хорошо, что эту проблему стараются решить энтузиасты со всего мира. Например, австралийская команда из отца и сына придумала Lockjaw Leather Grip. Этот зажим крепится к водосточному желобу за 5 секунд и стабилизирует лестницу, чтобы она не шаталась. Пара Leather Grip выдерживает статическую нагрузку в 100 килограмм и стоит 260 долларов. Продолжает выпуск техника для рытья траншей. В первом случае рабочий управляет самоходной установкой с двигателем на 20 лошадиных сил. Такая копает на глубину от 60 до 100 сантиметров и ездит со скоростью 5 километров в час. Во втором случае на место приехала техника с траншейным агрегатом. Здесь глубина побольше — до 200 сантиметров. А при установке резцовой цепи дело идет весьма бодро даже на плотных грунтах. Компания Стэнли не устает радовать покупателей. Именно в ее закромах отыскался универсальный домкрат Fatmax Straight Lift. Нужно подержать дверную створку или выровнять шкаф? А может, приехала новая стиральная машина? Разработка Стэнли будет незаменима во всех этих сценариях. Она выдержит груз до 150 килограмм и поднимет его на высоту до 22 сантиметров. Кнопка, по которой домкрат опускается, глубоко утоплена во избежание случайных нажатий, а рычаг позволяет поднимать тяжести ногой без риска прищемить руки. Цена Fatmax Trade Lift — 137 долларов. Даже распиловка бревен превращается в искусство, когда на сцену выходят разнообразные кондукторы. В их разработку охотно включаются и люди, и нейросети. Сегодня результат своих трудов нам представит команда Top QSC. Ее кондуктор превращает бензопилу в подобие фрезерного станка. Полученный гибрид нарезает из бревен заготовки толщиной до 30 сантиметров. Он сделан из алюминия и стали, а подходит для комбинации с бензопилами, шина которых не длиннее 91 сантиметра. Милуоки начинала с выпуска одной единственной дрели. Кто бы мог подумать, ведь сегодня каталог компании раскинулся на 220 страниц. В числе прочего, Милуоки делает и мачтое освещение М18 Rocket. Они складываются до 1,2 метра и поднимаются до 2,1. В сочетании с аккумулятором М18 Red Lithium мачта работает до 13 часов в зависимости от режима. Их, кстати, три — 700, 1100 либо 2500 люмен. Голова вращается на 230 градусов по вертикали и 240 по горизонтали. А весит мачта всего 7 килограмм. Неплохо, за 170 долларов. Деволт — мастодонт строительного рынка, вышедший на него в 1922 году. Именно эта компания сделала первую в мире радиально-консольную пилу. Да и потом тяги к инновациям не утратила. К примеру, 2008 ознаменовался выходом не менее первой в мире аккумуляторной погружной пилы. Но сегодня не о ней, а о вот такой модели. Это аккумуляторная циркулярка, интересная компактностью и весом в 2,5 килограмма. Благодаря этому с ней удобно работать одной рукой. Максимальная глубина пропила под углом 90 градусов — 39 миллиметров, а полный аккумулятор на 5 Ач — гарантия успешной вески, до 90 погонных метров фанеры толщиной 12 миллиметров. Если, конечно, у вас найдутся 590 долларов на такой инструмент. Продолжает выпуск аппарат под названием Sanjot 24V PSC Ion Max. Перечень его достоинств не менее длинный. Это беспроводная модель, идеальная для очистки асфальта, цемента, плитки и брусчатки. Две скорости — 1800 оборотов в минуту не оставят шансов грязи, мусору, мху и прочим нарушителям чистоты. Щетки сделаны из нейлона, так что даже при мощной щетине длиной 14 сантиметров не повреждает покрытие. Для распыления воды к аппарату подключается обычный садовый шланг. А стоит такой способ уборки — 229 долларов. Ролики EcoSkate EcoFlex могут показаться слишком уж простыми для нашего выпуска, но ровно до тех пор, пока не прозвучат их характеристики. Топовая модель Rotoflex XLNY выдерживает до 12 тонн нагрузки. Такие мощные ролики — настоящее спасение, если требуется перевести тяжелое оборудование. В процессе его можно вращать на 360 градусов. А для особо сложных случаев ролики дополняются фирменными тяговыми брусьями и осями. Неудивительно, что цена одного ролика легко перебаливает за 1500 долларов. Редактор субтитров А.Семкин